В состязаниях, которые продолжались в универсально-спортивном комплексе Подмосковья на протяжении двух дней, участвовали более 700 сотрудников компании «Роснефть». Организация – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных добывающих компаний в мире. Ее сотрудники приехали в Щелково из всех регионов России, чтобы принять участие в функциональном многоборье и сдаче норм физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Всех приветствую на вторых играх ГТО. В этом году уже нас стало как минимум на 20% больше, регистрация еще идет. Вполне реально, что мы еще эти цифры побьем. В этом году у нас 72, как минимум 72 дочерних общества участвуют, стали популярными эти игры. Мы планируем в дальнейшем эти игры проводить не только в Москве, но и в регионах. Соревнования по функциональному многоборью проходили в три этапа, которые состояли из шести видов состязаний. Это и гребля на специальном тренажере, подтягивания и отжимания, рывок гири в 16 килограммов для мужчин и поднятие трехкилограммовых кантелей для женщин, командные приседания. Сдача норм ГТО проводилась по девяти видам, среди которых были прыжки в длину, стрельба из электронного оружия, подтягивания, отжимания и наклоны, бег на 60 и 100 метров, а также на дистанции в 1, 2 и 3 километра, рывок гири и другие. На мероприятии работали более 50 судей из областных федераций спорта. Для УСК Подмосковья прием на своей территории организации такого уровня, как Роснефть – подтверждение высокого статуса в регионе нашего спорткомплекса, способного проводить масштабные соревнования федерального значения и собирать у себя многочисленные корпоративные физкультурно-оздоровительные праздники. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.